МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Маркович, здравствуйте. Итак, после почти 15-летнего перерыва вновь возобновились операции по пересадке почки. Как этого удалось добиться спустя столько лет? Вопрос и простой, и сложный одновременно. Действительно, 15 лет – это цифра правильная, но мы все-таки имеем в виду две даты. Существуют принципиально разные пересадки трансплантации почки от трупного донора и от живого донора. Поэтому 15 лет, как мы не делали операции от живого донора, и 22 года, как прекратились операции от трупного донора. По комплексу причин, ну, не о них сейчас речь, эти операции перестали делаться, и больница, и край правительства, ну, как бы закрыли глаза на это все. Но жизнь же продолжается, и почечно-заместительная терапия, когда у человека отсутствуют функции почек, она реализуется несколькими методами. Все они страшно дорогие, и помимо того, что они дорогие, может быть, на это бы и не обращалось внимания, эти методы вырывают человека из домашних условий. То есть есть гемодиализ, и человек, у которого не функционируют почки, вынужден несколько раз в неделю, по 5-6 часов, быть привязанным к аппарату «Искусственная почка». Но хорошо людям, которые живут в Хабаровске, даже неплохо людям, которые в Биробиджане и Комсомольске. Но если люди географически находятся вне этих зон, то они вынуждены либо переселяться, либо ездят, и жизнь сама не жизнь. И все это для государства крайне дорого. И опять по некоторым причинам, на которых я остановлюсь позже, было правительством принято решение о возобновлении такой помощи, как трансплантация почки. А причина такова, что наш центральный институт, это бывший институт трансплантологии имени Валерия Ивановича Шумакова, сейчас он называется немножко по-другому, но суть не в этом. Ему, правительством Федерации, было поручено реконструировать пересадки почек на местах. Так как в нашей больнице была уже утрачена лицензия на этот вид помощи, то с центра поступили предложения для того, чтобы провести комплекс мероприятий для возобновления этой службы. А эти мероприятия очень обширны, потому что помимо специалистов, хирургов, которые умеют рукодельничать и умеют взять почку от родственника или трупную почку и пришить, требуется высочайшее сопровождение лабораторное. Это связано с тем, что донор и рецепиен должны быть полностью обследованы, потому что есть тесты на совместимость. И я расскажу позже очень интересную историю про лист ожидания, как это выглядит. Значит, обязательно должны быть специальные инструменты, ранорасширители, коагуляторы, ляпароскопический инструмент, потому что сейчас почка, если донор живой, забирается без разреза, ляпароскопически, должны быть специалисты. И должно быть юридическое сопровождение очень мощное, потому что забрать у трупного донора почку можно только при констатировании, что у него наступила смерть мозга, которая приравнивается к биологической смерти. И это очень важно, потому что юридическое сопровождение плюс обученная группа координации забора – это тоже очень важно. И вы не поверите, что пересадить почку, сделать трансплантацию – это маленькая толика всего процесса, потому что, когда почка пересажена, организм начинает бороться с этой почкой, да, то есть организм воспринимает эту почку как чужеродная биологическая ткань, которая попала в организм филайки, начинает её бомбардировать. И тут необходима иммуносупрессия, то есть специально создаётся как бы искусственный спид, и человеку вводят лекарства, чтобы сделать его больным, а именно, чтобы у него не было иммунитета. Понятно, что такой человек без иммунитета, он реагирует на любые инфекционные агрессии, и поэтому всё это всё сопровождается, и всё это надо было возобновить. Но в нынешних условиях, с нынешним руководством больницы, в том числе, задача была поставлена, и многие, и не побоюсь этого слова, и я думал, что больница не готова. Тем не менее, степ-бай-степ, ступенечка за ступенечкой, шаг за шажком, и в конце прошлого года с помощью Московского института, который я упоминал, под руководством академика Готье, который вот только что посещал наш край, были сделаны две пересадки почки, когда мамы отдали своим детям почки. Они прошли успешно, дети реабилитированы, матери тоже не очень ощущают, что они остались с одной почкой, потому что известно, что одна почка, если есть у человека, она полностью берёт на себя все свои функции. Но это был как бы первый шаг, потому что технически проще произвести трансплантацию от живого донора, потому что организм человека, который получил почку, не борется, она генетически родная от мамы. А когда человек получает почку от трупа, она, в общем, чужая. Тем не менее, в этом году уже сделаны две трупные пересадки, и они прошли тоже успешно, люди сумели уйти от искусственной почки, и сейчас реабилитируются, получают свою иммуносупрессию и собираются вернуться на работу. Собственно, сколько времени потребовалось для того, чтобы вот всё, о чём вы сказали, возобновить, все службы, подготовить людей и так далее, и есть ли ресурс для того, чтобы делать столько операций, сколько сейчас необходимо в крае? Вы знаете, произошло всё достаточно быстро, потому что для этого комплекса мероприятий, а я ведь ещё не сказал, что построено специальное отделение, называется «Наурологическое отделение-2» с функцией трансплантации органов, потому что, обратите внимание, не почки, а замах и на пересадку других органов. Да, мы думаем о печени, но ресурс, он состоит, наверное, из таких глобально трёх компонентов. Значит, это подготовленная бригада, да, лаборатория, иммунологи, хирурги – это раз, рецепиенты – это два, это те люди, которым почки пересажены, и донорская база. Вот ресурс по первым двум пунктам, он полностью готов. А вот что касается донорской базы, то здесь всё достаточно сложно, но это проблемы не только Хабаровского края и Хабаровска, это проблемы по всему миру. Это очень сложное решение, когда человек ещё жив, решит, что у него забираются органы. Законодательно в разных странах к этому подходят очень по-разному. Но у нас на сегодняшний день необходимо провести исследование, которое документирует, что нет никаких шансов у этого человека, есть биологическая смерть мозга, вернее, смерть мозга, приравненная к биологическим. Но люди, которые работают с таким контингентом пациентов, которые, значит, между жизнью и смертью, они не очень охотно соглашаются сказать «да» на то, чтобы у человека забрали органы на пересадку. И есть, в общем-то, интересные цифры по миру. Есть, ну, вот такие странные, на мой взгляд, нормы, что на миллион населения, это по всей планете, да, требуется 50 в год трансплантации почки. По миру, по Европе, которая считается цивилизованной, это цифра 35. То есть, видите, тоже недобор. И это тоже связано именно с дефицитом донорского материала, со сложностью принятия решения, когда говорят «да, забирайте эти органы». Хотя во многих странах люди, когда живут, уже сразу дают согласие на то, чтобы у них можно было изъять органы. А по России это цифра 10. Ну, и, естественно, там, где только начинается вот эта работа, пока она не стала ежедневной. Каждая пересадка – это бой, да, когда мы говорим, что, ну, посмотрите, тут же безнадёга, тут нет возможности. А всё достаточно сложно. Врачи, которые борются за жизнь пациента, очень тяжело, и только документированно, и только очень оправданно разрешают эти вещи. Но мы ведём эту работу, как обычно не бывает, начало без сучка, без задоринки. Я думаю, что мы победим. Но есть же ещё презумпция согласия, насколько я знаю, да, что в случае, если что-то такое произошло... Ну, в нашей стране она шероховатая. Она шероховатая. Просто необходимо документировать. Там же есть ещё такая сторона дела – люди, которые гибнут, да. Очень часто это люди неблагополучные, да. И когда появляется донор, обязательно он обследуется на безопасность инфекционную, на безопасность токсикологическую, потому что масса доноров уходит. Почему? У них в крови находят наркотики, алкоголь, да, это там падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия, хулиганство, травмы черепа. И когда получается человек с биологической смертью мозга, то когда начинают его обследовать, находят сифилис, спид, там, что хочешь, цирроз печени, огромное количество алкоголя в крови. И поэтому сама жизнь проводит селекцию. И из всех людей, которые, ну, как бы не имеют шансов выжить, 90% отметается вот по этим причинам. Ну, тем не менее, первые шаги сделаны. Я думаю, что всё-таки эта работа действительно будет продолжаться и вот принесёт свои значительные плоды в этом направлении. Какие ещё, на Ваш взгляд, вот самые серьёзные достижения в области урологии вот за последние, ну, может быть, 3-5 лет первая краевая больница? Чем можем похвастаться? Давайте я начну всё-таки с первой краевой больницы, а потом, может быть, мы заузимся в урологию. На сегодняшний день я испытываю определённую гордость, значительную, потому что со сменой руководства больницы возглавил Андрей Юрьевич Субботин несколько лет назад, когда он первые разы выступал с трибуны, но все переглядывались и говорили, ну, кремлёвский мечтатель. Он говорил, мы сделаем то, мы сделаем это. Ну, мы говорили, мы много видели уже народу, которые произносили красивые речи, тем не менее, значит, с каждым месяцем мы получаем какие-то вещи, которые позволяют нам гордиться. Значит, это глобализация, это укрупнение, это соединение. Ну, вот я приведу вам пример. В нашу отделению перешли проктологи, которые исторически всегда базировались в 10-й городской больнице. Вот, а перешли они потому, что если объединить проктологов, которые делают операции на кишечнике, на разных отделах кишечника, с гастроэнтерологическим отделением, то получается прекрасный, значит, центр, который занимается кишечником. Тут тебе и помощь терапевтическая, тут тебе и реабилитация, тут тебе и помощь хирургическая. В нашем городе никогда не было такого отделения, которое повсеместно по всему миру называется отделение патологии головы и шеи. То есть это тоже интеграция нескольких очень важных специальностей. И вот люди, которые имели заболевание, относящиеся к этому разряду, они не могли найти помощь. Вот даже на Сахалине есть прекрасное отделение патологии головы и шеи. И вот, значит, под кураторством Андрея Юрьевича скоро такое мы получим. Тяжелое оборудование стало пребывать в больницу. Я раньше, я работаю очень много лет, 25, и я всегда слышал только то, что нету денег. Но вот они откуда-то появились, и больница укомпликоватовалась. И компьютерными томографами, и ангиографами. И можно похвастаться тем, что на сегодняшний день существует такая методика, как тромбоэкстракция. Например, тромбоэмболия сосудом мозга. И наши доктора умеют по сосудам добраться до этого тромба и его извлечь. И человек опять... Так бы он умер, а тут вот он живет и живет полноценно. А наши рентгенхирурги умудряются реканализировать сосуды нижних конечностей. То есть раньше привозили человека, нога синяя, пульса нет, ампутация. Вот. На сегодняшний день мы просто забыли слово ампутация, либо очень редко его вспоминаем, потому что наши специалисты умеют извлекать тромбы, либо расширять просвет сосуда, и нога начинает снова кровообращаться. Ведь смотрите, ампутация – это не только просто, значит, ногу ампутировали и выбросили. После этого же человеку необходима протез, за ним необходимо ухаживать. Экономически это все тяжеловесно. Поэтому вот такая картина. Ну вот образован уронефрологический центр, и мне предложили его возглавить, потому что у заболеваний почек и других урологических органов есть характеристики такие, что где-то работают хирурги, где-то работают терапевты, где-то иммунологи, где-то там кто-то еще. И когда это все в одном комплексе, и есть один руководитель, который владеет и понимает весь объем, который он может предпринять, то человек, имеющий сложную патологию, например, урология плюс хроническая почечная недостаточность, он получает комплексное лечение, обдуманное со всех сторон. И он может курсировать. У нас там 4 отделения. Урология 1, урология 2, нефрология и отделение диализа. И он может полностью получать вот все это. Поэтому прекрасно. Мы видим движение. Движение конструктивное. Не просто движение ради движения. Хочу сказать, что у нас увеличилось количество коек в больнице. То есть еще несколько лет назад было плюс-минус 600, а на сегодняшний день больше 1000. Количество высокотехнологичных операций увеличилось вдвое. А что такое высокотехнологичное? Или человек приходил, ему делали разрез, и он, значит, 3 недели лежал в больнице, а потом еще полгода был на больничном листе. Это же соцвыплаты, да? А тут ему делают высокотехнологичную операцию. Он на третий день выходит, на шестой на работе. Вот. И поэтому движение очень приятное. И собирается прекрасный коллектив, много молодежи. Потому что есть такая проблема. Медицина в свое время потеряла престижность, да? И молодежь в нее не шла, да? А те люди, которые работали и, значит, потенциально по инерции продолжали работать, старели, а ниша не заполнялась. Вот. И сейчас очень приятно видеть молодежь заинтересованную, мотивированную, знает, что они хотят. У меня сейчас есть несколько клинических ординаторов. Я их в 4 часа дня выгоняю домой. Вы представляете? Человеку 23 года, а я его выгоняю домой в 4 часа дня. Говорю, ну иди, там же что-то еще надо делать. Читают, смотрят, знают английский, компьютеризированы. Очень приятно на сегодняшний день это видеть. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим нашу беседу с главным нештатным урологом Министерства здравоохранения Хабаровского края. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем наш разговор об урологии. Вот вернемся к уранифрологическому центру. Какие он взял на себя функции? И вообще, насколько много сейчас пациентов, насколько их больше стало, которым сейчас можно оказывать помощь? Тут, как говорят, не все так однозначно. Раньше, еще несколько лет назад, ну, скажем, перед ковидом, все выглядело достаточно просто. Край берет на себя краевая больница, город берет на себя десятая больница. Когда начался ковид, и десятую больницу пришлось перемонтировать в инфекционный госпиталь, то все пациенты, вообще все, край, город, а нас еще любят пограничные районы Дальневосточного федерального округа, Камчатка, Якутия, Сахалин, из Приморья нередко к нам тоже приезжают. И все они упали, значит, на плечи нашей больницы. И у нас бывали дни, когда мы обслуживали 40 экстренных пациентов в сутки. Ну, 40 – это максимум, но меньше 25 не было в сутки. После того, когда частично открылась урология в 10-й больнице, мы оставили со собой несколько районов. Но на сегодняшний день картинка такая – 10 экстренных больных в сутки, 10 операций в сутки, значит, полторы тысячи в год пациентов, больше тысячи оперативных пособий. Поэтому вот такой вот конвейер. Но, слава богу, что сформировался коллектив великолепный. Там есть все возрастные категории и все такие надежные, желающие работать, работающие на качество. Странно, но вы же знаете, что в медицину захлёстывают жалобы. Но вот могу похвастаться, что очень редко кто-то там жалуется или недоволен работой нашего отделения, потому что, несмотря на скорость, мы не забываем про качество. Вот. Поэтому такие цифры, но зависят от маршрутизации. Самые частые патологии, с которыми к вам попадают? Да. Патологий порядка 70 в урологии. Но львиная часть – это мочекаменная болезнь. То есть наш регион эндемичен по мочекаменной болезни. То есть есть такая статистика, что по России там столько-то на тысячу населения, столько. Я не буду сейчас засорять эфир цифрами. Но наш регион, он эндемичен. То есть всего несколько районов в России с такой высокой частотой мочекаменной болезнью. Поэтому, скажем, если взять 10 скорых в сутки, как сейчас, то 8 из них – это камень мочеточника. То есть человек ходит, он даже может не знать, что у него есть камешек в почке. И пока он находится в почке, в лабиринте, он не тревожит человека. Но когда он выходит и перекрывает единственную трубочку, которая называется мочеточник, почка расширяется и очень сильно болит. Болит настолько, что люди кричат от боли, пытаются ходить по стенам, молят. Все это сравнимо с пытками. И вот таких людей много. То есть львиная часть – это заболевание. И раньше это оперировалось скальпелем. А сейчас я, может быть, чуть ниже подробнее остановлюсь о приобретении нового лазера. А вторая патология – это пристательная железа. Она с возрастом увеличивается у людей. И она так как-то нелепо расположена. Не имеет отношения вообще-то к моче и мочеиспусканию. Но через нее проходит мочеиспускательный канал. И когда простата увеличивается в размерах, она переживает. И люди терпят почему-то. И запускают. Мы часто видим людей, особенно из деревень, которые приезжают, они уже вообще не могут произвести мочеиспускание. Приходится им вставлять трубочки. Или путем пункции вставлять эти трубочки. И вот такая интересная, что две категории, чего много – это болезни возрастных пристательной железы и мочекамены. Если те приезжают в течение часа, потому что терпеть невозможно, эти десятками лет не приходят. А приходят тогда, когда уже сердце не настолько хорошо, чтобы перенести наркоз и большую операцию. И на вопрос, а где вы были раньше, они говорили, ну у моего папы было так, и у моего деда это типа сопровождает возраст. Вот такая вот картинка. Это вот две наиболее частые. Но мы умеем проводить онкологические операции. И недавно бурно стала развиваться ляпароскопия. То есть ляпароскопия – это живот, скопия, ну понятно, осмотр. И никогда урологи этим делом не занимались. И вдруг выяснилось, что урологические органы лежат не в самом животе внутри, а за ним. И до них можно добраться. И это дало мощный толчок, что оказывается, заведя видеокамеру в живот и манипуляторы, можно добраться до почки, до мочеточника, до пристательной железы. И прям толчок огромный. У меня есть старший ординатор Виктор Петрович Ярошенко. Я когда-то поручил ему эту тему, и он вцепился в нее, как вот собака, которая цепляется. И это было больше 10 лет назад. Он на сегодняшний день виртуоз. То есть массу людей он спасает. Они просыпаются, у них есть три маленькие дырочки, через которые, и уже нет болезни. Он удаляет раковые почки, делает реконструкции почек с врожденными заболеваниями. И он большой мастер этого дела. И как бы я ему, как молодому, это дело отдал. И сейчас с удовольствием наблюдаю, как это бурно развивается. Он прошел все возможные специализации. У нас хорошее снабжение оборудованием. Поэтому вот такие новости, которыми можно похвастаться. Ну вот, кстати, об оборудовании вы уже упомянули, что есть какое-то супероборудование, которое позволяет дробить, насколько я знаю, крупные камни в почках. И вообще, какую вы видите перспективу развития? Может быть, что-то еще нужно? Может быть, действительно нужно переобучение, до обучения, до комплектации оборудованием? Как дальше? Значит, такая картина, что мы недавно поставили перед руководством задачу. Наш лазер, которым дробил камень, он устарел и морально, и технически, потому что мы на нем проработали достаточно долго. Он был изготовлен в Германии, и у него было несколько недостатков. Но так как мы не знали, что бывает лучше, мы им работали и радовались. Он дробил медленно, дробил только камешки определенной плотности. При дроблении они перемещались, то есть можно было начать дробить камень, а он от импульсов двигался и опять уходил вот в этот лабиринт, в почку. Потом приходилось предпринимать что-то еще. И тут мы узнали, что появился отечественный лазер, называется U2, который лишен этих недостатков. Мы перед руководством обосновали, и за короткое время он был приобретен. И сейчас мы просто радуемся тому, как это все происходит. То есть когда ты воздействуешь на камень, нет вот этого бильярдного эффекта. Камень остается на месте, и пока ты его не прикончил, он никуда не девается. Кроме того, этот наш отечественный лазер берет камни любой плотности и любого размера. Вот так вот патриотично я вам скажу. Ну и еще, ну очень немаловажное. Когда ломался немецкий лазер, его надо было отправлять или в Москву, или в Германию. А это три месяца, четыре месяца и так далее. Тут производитель на месте, представители на месте, он у нас еще не ломался. Но понятно, что когда пользуешься им 10 раз в день, да, то когда-то что-то сломается, и мы знаем, что тут же кто-то прилетит и тут же нам сделает, вот. Поэтому мы очень довольны этим приобретением. Больше того, наши эндоскопические хирурги где-то, значит, прослышали, что у нас есть такой лазер, и попросили на дробление камня желчевыводящих путей. Ну, мы дали попробовать, и в больнице появился новый метод. Оказывается, можно разрабить и камни желчного пузыря, и желчных путей. Вот, ну вот, не очень хорошо, что один лазер на два отделения, да, потому что его перевозить надо туда-сюда. Но я думаю, что наша администрация это дело уловила, и что все будет хорошо. А что касается перспектив, мы очень мечтаем об одном методе, которого у нас еще нет. Но мы все его видели в центральных клиниках, значит, он очень хорош, потому что он малоинвазивный, выглядит он таким образом, что если в почке есть камень, то мы добираемся там через мочевой пузырь, там куда-то идем, а существует хорошо налаженная пункция почки. То есть между кожей и почкой делается прокол, он небольшой, ставится трубочка, видится камень, и он дробится. Вот, метод прекрасный, великолепный, и мы сделали уже много шагов для того, чтобы нам внедрить, и чтобы единственный метод, на который мы отстаем от центра России, чтобы он тоже был у нас внедрен, ну, потому что для этого все есть. Есть у меня специалисты, которые умеют пунктировать почку, есть у меня ЦДУГА, это рентгеновский контроль. Вот, осталось докупить достаточно немного, проучить людей, и мы планируем осенью отрапортовать, что этот метод уже у нас в руках. Ну, что ж, я надеюсь, мы приедем к вам на съемку, и будем тоже гордиться нашей первой краевой больницей. Я благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам. Я напоминаю, у нас в гостях был Александр Миллер, главный внештатный уролог Министерства здравоохранения Хабаровского края, руководитель уронифрологического центра краевой больницы номер один. Спасибо вам еще раз. Приходите к нам еще. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok